Если человек правильно действует в хав-гарде, сверху он не может, допустим, долго пройти гард, ему надо менять положение, да? Ну, в этом положении, честно говоря, я очень люблю взять отворот, перевернуть человека сюда, получить свои два балла. Но это легче сказать, чем сделать. Очень нередко, вот, например, Денис Тороженко, Саша, там, с ними так, Саша Федотов, такие коры не проходят так легко. Особенно люди уже знают эти приколы. И вот мы находимся здесь. Мы застыли. Человек коренастый, позиция у него хорошая, он фактически спиной же ничего не видит, поэтому он ждет моих захватов. Он будет исходить, ну, сложилась так ситуация тактическая, что он ждет моих действий, хочет на них меня расколоть. Я уже попробовал, у меня не получилось. Что я буду делать? Вот этот захват ногами, он мне очень здорово помогает. Я чуть-чуть подсгибаю ноги, пуляю его вперед. Пока он занят тем, что восстанавливает свой баланс, я засовываю эту руку туда, а локоть, в район его подмышки. После этого я его поддам вращиваю и перекидываю в дип, из которого почти мгновенно перехожу на свит. Это такая палочка-выручалочка в этом положении, когда противник, тактический рисунок, что он ведет, он развернулся, держит меня то так, потом перевернулся, что-то поделал. В хавгарде, с точки зрения судейства, очень тяжело получить предупреждение. Потому что то и дело сказать, что тут нет поясина оттеть, что я давлю на него. Смотрите, я развернулся, он поработал с рукой, о боже, я снова развернулся. Ах ты, сволочь, пум, снова, ах, я пошел сюда. В этой позиции сверху очень долго можно сушить безнаказанно схватку, имея преимущество на табло. И вот мы делаем это движение тогда, когда человек застыл. Потому что он застыл, он нас придавил, нам тяжело. Давайте еще раз посмотрим. Это переход в такой, пусть корявый, но дип хавгар, почти мгновенным свитом, в вот этом положении. Итак, первое действие. Наши руки не держат ничего. Мы качнули на себя, от себя, локоть, рука вышла вот сюда. Движение назад, мы в дип хавгар, бум, мы получили свит. И тут, вероятно, мы уже отыгрались. По крайней мере, мы выбрались из неудобного для нас положения, сушить он схватку уже так не может. А здесь проход гарда будет? Нет. Я его перевернул, но гард шутбеплейт. То есть гард должны поиграть. Если я практически мгновенно проскочил в сайт, никакой оценки я не могу. А если ты выждешь? Даже если я выжду, мы работаем, сидим в таком положении, что он не взял, нету гарда. То есть мы оказались, знаешь, перевернулись, там какая-то коленочка с трудом торчит, нету там гарда. То есть я себя чуть немножко там коснусь и приказал. Ну, если вы уже, да, уже улучшишь позицию, сильно будет зависеть от взгляда рефери. Но на судейских семинарах всегда говорят, гард должен быть разыгран. Да, потому что если ты человека перевернул и сразу же в темп прошел ему гард, гарда не было. Если вы как-то так полежите на себя, там еще его ноги начнете накладывать, то вырали. Вот такая вот штучка, она может кого-то выручить. Старайтесь, не зацикливайтесь на тех хрестоматийных вариантах, которые есть изначально. Раз человек к нам в спину, а сейчас мы будем долго стараться кувырками катать через себя. Это не всегда срабатывает. Пользуйтесь какими-то трюками более. И это простая штука. То есть практически любого человека вы оказываетесь в дип-хавгарде, в котором человек уже лежит, на заднице сидит. То есть вскочить ему тяжело. Он сам, у него единственный способ вращения, только в ту сторону, куда вам нужно. Ну и вы вращаете. Субтитры создавал DimaTorzok